И у нас в студии 54 сегодня Максим Казарин и проект «Земля и небо» Владимир Чердынцев и Ирина Щекочихина. Всё правильно сказал, да? Да. Корабли ловируй, ловируй, ловируй. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Проект «Земля и небо» такой довольно интересный по жанру и я не стесняюсь сказать редкий. Мне кажется, что это направление музыки не самое популярное, но тем не менее в этом ваша уникальность. Это что-то этническое, правильно? Расскажите о жанре, в котором вы работаете. Как вы себя позиционируете? А вот знаете, новое слово такое появилось, называется «Wake up soul». И это может быть началом совершенно нового направления. «Пробуждайся, душа». Да, вот именно так. Так, на что это похоже, на какие другие жанры, смесь каких-то, может быть, чего-то, чтобы для людей, не знающих, стало понятнее? Ну, сейчас очень много, на самом деле сейчас очень много такой музыки, которая каким-то образом всё-таки направлена внутрь, а не вовне. То есть это не поп-музыка, это есть такие направления, как амбиент, есть такое направление, как… забыла слово. Правильно ли я понимаю, что оно, как бы, раз вы говорите, вовнутрь себя, то это что-то сродни медитации такой музыкальной? Конечно, конечно. Это целительная музыка, это медитация в звуке, по сути. Потому что это через музыку вообще люди слушают себя. Когда вы об этом узнали направление, когда вы этим начали заниматься и когда это к нам в город пришло? Мы начали заниматься звукотерапией, гуслетерапией, это авторские подходы в целительстве, в медитации. То есть проект назывался «Музыка, которая исцеляет». Это было сколько лет назад? Три-четыре, наверное, уже. Не так уж и давно. А между прочим, есть международная организация, которая занимается как раз лечением с помощью музыки. Ты хотела сказать, что это совсем не новое направление. И абсолютно нельзя сказать, что это не популярное направление. Просто есть то, что на слуху, а есть то, что, например, живёт на фестивалях на разных. Живёт в концертах таких исполнителей. Живых больше выступлений. Да, в живых выступлениях. В фестивале «Вотэтно» наверняка вы участвовали, да? Нет, мы не участвовали в фестивале «Вотэтно». Но есть много других фестивалей, которые поддерживают именно направление глубинной музыки. Такой музыки, которая пробуждает действительно в людях что-то самое красивое. В том числе, да, хочу просто сказать, вот такой момент, что на самом деле классическая музыка, она тоже об этом же. Когда мурашки бегут, всё выступление. Вот у нас в «Бродячей собаке» был концерт недавно. Но мы видели реакцию людей, мы чувствовали её. Вот, это как раз тот самый острый. А сколько длятся концерты ваши обычно по времени? Только, сколько и все? Да, часа полтора, вот так, да? Да, около двух часов. Когда полтора часа, они прерывно бегут по теме мурашки. Это не вредно для здоровья, надеюсь? Полезно. Полезно, да. Обычно это всё такое секундное дело. Раз, пробежала и всё. Сессия массажа тоже где-то около. Вы знаете, я сидел на сцене. И массаж делают на ваших концертах? У меня сидел, у меня стоял стул, я присаживался на этот стул. Но у меня было впечатление, что я сейчас начну левитировать вместе с этим стулом. Потрясающе. От энергетики, да, которая исходит от ребят, от зала. То есть, это удивительное впечатление. Я сейчас говорю, у меня мурашки. Если это целительная музыка, кроме концертов вы ещё работаете индивидуально, да? Вот лично человек приходит, и вы для него готовы что-то исполнять, да? Да, индивидуально работаем. Это энергозвуковая терапия, это гусли терапия. И группы мы собираем на... Мы же песни индивидуальные пишем. Да, есть. Слушай, круто. Давайте, доставьте нас поведентировать. Я хочу исцелиться. Всех слушателей Радио 54, прямо сейчас, да? Давайте. Проект Зеленева. Да, я предлагаю с Максимом озвучить стихи, да? Да, втроём сделаем. Хорошо. Миллиарды лет в движении, триллионы верст пути. От сомнений до решений, от обиды до прости. Через войны и страдания, через реки детских слёз. По гостям умерших предков, в райский сад прекрасных роз. От песчинки до вселенной, сквозь пургун и бурелон. От бездушной до бессмертной, через хаос в мирный дом. Миллиарды лет в движении, не с покоя, да в покои. А по сути, всё не важно. Главное то, что Бог с тобой. Ух, потрясающие ощущения. Проект «Земля и небо» у нас в гостях. В студии «Радио 54» Максим Казарин, Владимир Чердынцев и Ирина Щекочихина. А стихи тоже пишите вы? Да. Но я всегда стараюсь отвечать, знаете, ребят, как в последний раз, в последнее время, что это наши стихи и ваши в том числе. Потому что общаясь с вами, мы получаем ваши какие-то мысли и ваши эмоции, чувства. А потом это всё трансформируется с помощью ума, где-то в одиночестве и вот озвучку. Слушайте, это очень интересный процесс, особенно о том, как подбираются стихи в индивидуальном плане, музыка, как вы чувствуете, что именно человеку надо. Поговорим об этом после рекламы, хорошо? Да. Проект «Земля и небо» в студии «Радио 54» Владимир Чердынцев и Ирина Щекочихина. И, я так понимаю, идейный вдохновитель, да, Максим? Максим Казарин. Сотоварищ, друг по творчеству. На данный момент сотворец. Единомысленник, замечательный поэт. Только что мы стали свидетелями этой исцеляющей музыки. И то, что делали ребята, оказывается, это была полнейшая импровизация. Представляете? Я не могу себе в голове вложить. Это импровизация на стихи Максима. Я поняла. Звучал волшебничный инструмент, называется сансула. Это как, знаете, такая маленькая дочка колимбы. Колимба – это древний африканский музыкальный инструмент. Что вы понимали, это такая коробочка в форме круга, и сверху на ней пластиночки такие. Похожи на клавиши немного, металлические. Да, да, да. По звуку напоминает вибрафон. А откуда она пришла в географические, это русские или нерусские? Это Африка. А, Африка. Это переработанная европейцами Африка. Да. Звучит-то прям как-то по-славянски, понимаете? Нет, не по-славянски, это вообще немецкое совершенно. А, ну, да. Нет, ребята, это инструмент мира. Он просто как, вот появился новый инструмент, да. У него нет патента, а он общий, да? Вы к этому клывете. Он наш, че. Да, он наш. А еще у вас на коленках гусли. Гусли, да. Расскажите, какими вы пользуетесь? Это классические или какие-то специальные? Вы знаете, у меня уже несколько инструментов. Есть маленькие гусли, там, 5-7-10 струнные. Есть крыловидные гусли. Звончатые. А вот у меня в руках реконструкция 12-го века. Это шлемовидные гусли. 18 струн. Ну, звучат они потрясающе. Какие-то еще вот такие этнические, народные инструменты вы используете, кроме гусли и кроме сам... Правильно я сказал? Сан-сула. Сан-сула. Сан-сула, собственно, стипа. Да, очень много инструментов. Мы в звукотерапии используем эти инструменты. Какие, например? Калюка. Это на что похоже? Это такая бертоновая флейта. Я бы так подумала, почему-то, что это дудочка. Дудочка, да. И, собственно, флейты. Флейты всякие разные. Бубен шаманский, варган, калимба. Калимба это что такое? А это вот как раз прадедушка или прабабушка Сан-сула. Такая только побольше, да? Есть такая песня. Калимба де Луна. Да-да-да. Это не про нее, нет? Знаете, ребята, самое интересное в том, что буквально где-то год назад появилась такая мысль в моей голове зародилась, мне бы захотелось записать свои стихи вот именно с древними забытыми какими-то инструментами. Может быть, ну не забытыми, да, но именно редкостными вот этими необычными инструментами. И спустя вот сравнительно небольшой промежуток времени жизнь меня сводит с замечательными ребятами, которые обладают вот этими навыками в игре, да, правильно себя выражать. Вот, и это удивительно. Вот, и у меня сейчас воплощается некая моя задумка, вот, и благодарю вам за то, что вы нас позвали. Мы вам тоже благодарны за музыку, которую вы нам принесли, и, наверное, давайте еще. Еще, да. Гусли. Это будет песня, да? Да, это сейчас будет песня. Как называется песня? Научи меня Божий любить. Вы можете поднять микрофон. Играет музыка. Научи меня, Боже, любить Не кого-то за что-то, а всех Сердце теплую нежность хранить И не видеть для счастья поменьше И не видеть для счастья поменьше Научи принимать этот мир Научи быть частицей его Дай для этого столько мне сил Сколько есть у тебя самого Я молю тебя, Боже, открой Мне секрет моего бытия Научи меня, Боже, любить Так как будто бы ты это я Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потр miserable Спасибо, Д retalibuish Максим Казарин, Владимир Чардынцев и Ирина Щекочихина. К сожалению, время эфирное у нас ограничено, и мы уже подходим к своему завершению в программе сегодняшней. И напоследок, впрочем, вас рассказать забавную историю из жизни, как всех наших гостей. Вы знаете, ребята, она может быть и не столько забавная, но она удивительная. То есть дети – наше счастье. У меня дочь, 6 лет, Милана, подрастающая смена. То есть я стараюсь все сделать, дарить ей музыкальный инструмент и все такое. И был такой момент, когда она мне говорит, пап, мне что-то скучное стало. Я говорю, Милан, посмотри, посмотри, чудеса кругом. Она, где, 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 где? Я говорю, ну ты же, Милан, посмотри, вот видишь, перышко летит. Как оно красиво летит, откуда оно, чье оно? Подумай над этим. Чудеса кругом. Кругом. И сейчас бывают такие моменты, когда люди разучились в удивляции и видят вот эти чудеса. Ребята, давайте видеть, замечать вот эти чудеса. Они везде, обовсюду, во всем. Красота везде, во всем. Давайте делать красоту. Это правда. А если сейчас читать вас с прекрасной музыкой, которую нам подарили ребята, проект «Земля-небо», то вообще будет просто чудо. Спасибо. Приходите в наш концерт. Когда следующий? Скоро. Скоро. Это правильно. Нас устраивает. Следите за новостями. Всем спасибо. Все свободны, да. Всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо. В студии «Ради 54» для вас работали Толоваева Настя. Александр Чисоветин. Для Леолета. Всех с наступающим праздником, добра, позитива и живите интересно. Пока-пока. Ката Чисоветин. Продолжение следует. СпортVISя т.